Эх, Лукас, Лукас, наши котики совсем загуляли, не хотят никогда домой возвращаться. Гуляют, гуляют, уже соседи говорят, у них они были, подкармливают их. Приходили вот вчера, я им корм наложила, они поели и опять убежали. Никак не хотят дома сидеть. Вот уж эти коты, а я по ним, между прочим, соскучилась. Ну ладно, надеюсь, что они наконец-таки нагуляются и уже вернутся домой. Вот ты у меня вообще молодец. Послушный песик, молодец, Лукас, никуда не убегаешь. Ну ладно, мне нужно готовить обед, буду сегодня грибы с рисом готовить. Лукас, у меня уже сковородка нагрелась, нужно быстрее уже грибы туда с рисом делать. Так, рис и грибочки, будет очень вкусно, это новый рецепт. Ммм, какой запах уже готовится, скоро будем кушать. Скоро будем кушать, малыш, ты уже голодный, ладно, я тебе пораньше, пораньше наложу покушать. Так, подожди, мне нужно сейчас еще посолить и поперчить. А то без приправ будет невкусно. И перчика немножко. Не забудь водички попить. А вот Бакс с Баней сегодня, похоже, не приходили. Я им корм с утра насыпала, а он до сих пор в мисках. И водичка тоже не выпита. Ох уж эти котики, где их только носят, я за них очень переживаю. О, у меня телефон зазвонил. Так, кто бы это мог быть? Алло, привет. Да, все хорошо. Да ничего, могу разговаривать, я готовлю кушать. Ты сегодня хочешь пойти в парикмахерскую? Ну, я бы тоже, конечно, с удовольствием сходила. Но у меня столько дел, столько дел. Девочки сейчас в садике и в школе вечером они придут. А пока они там, я очень много дел делаю по дому. Малыши еще. Ну да, ты права, я давно уже не была в парикмахерской. Ну ладно, вечером, если у меня получится, я тебе позвоню, хорошо? И вместе сходим с тобой. Да, да, ну все, на связи. Пока. А может быть и правда мне сходить сегодня в парикмахерскую и поменять стиль? Что-то я уже давно это не делала. Надоело мне с одной прической ходить. Не знаю. Нет, это никуда не годится. Алло, здравствуйте. Да, я посмотрела ваш прайс, который вы мне скинули. Но цены меня не совсем устроили. Я предлагаю обсудить сегодня в ресторане новый прайс. Да, давайте искать компромиссы. Хорошо, взаимное сотрудничество принесет нам очень много прибыли. Я думаю, вы это понимаете прекрасно. Отлично, тогда сегодня вечером в ресторане обсудим цены на продукцию. До свидания. Ну, вроде бы все получается. Они идут мне на уступки. О, блюдо получилось очень вкусное. Не зря я этот рецепт решила попробовать. Очень вкусненько. Еще немножко, минуты три и все, можно снимать с плиты. Лукас, ты меня зовешь на улицу? Ну что, пойдем покажешь, что там. Лукас, так это наши бродяги. Домой просятся. Ну что, нагулялись? А я только про вас вспоминала, глупенькие. Наконец-таки. Вот, быстренько домой заходите, чтобы больше такого не было. Убегают. Смотри-ка какие. Что такое? Что такое? Болит что-то? Странно, странно. Ой, мне кажется, у тебя блохи. Точно. Ничего себе, где ты их подцепила? Нужно срочно к ветеринару. Может быть, у Бакса тоже блохи. Дорогая, так вкусно пахнет и что-то готовишь новенькое. Да, дорогой, очень вкусный рецепт. Да, любимая, конечно же, твоя еда просто супер. Обожаю тебя. У нас тут кошечки вернулись, смотри. Ну что, как у них дела? Мне кажется, дорогой, у бани блохи. Блохи? О, срочно нужно к ветеринару, пока не зародились дети. Да, да, нужно срочно к ветеринару, поэтому покушаешь и поедем, хорошо? Я еще вечером хотела в парикмахерскую сходить. У тебя, надеюсь, не блохи? Ну нет, конечно, дорогой, что за шутки? Ну я так, решила немножко пошутить. Ну ладно, пойдем покушаем и обязательно поедем к ветеринару. Я все свои дела решил. У меня там очень важная встреча вечером, дорогая. Она очень важна для моего бизнеса. А ты не забыл, дорогой, что мы сегодня должны показать комнату Алисочке, новую комнатку, которую мы наконец-таки доделали. Ну да, дорогая, мы ее очень долго делали, и сегодня наконец-таки наша доченька ее увидит. Ну ладно, давай торопиться, бедная баничка. Похоже, очень чешется у нее шерстка. Да, пойдем покушаем и поедем. Дорогая, очень вкусный супер рецепт. Да, мне тоже понравилось, будем еще готовить такое. Очень вкусненько. Ну все, Майкл, я готова, можно ехать. Элизабет, ты такая красивая, ты так стильно нарядилась. Ой, спасибо, Майкл, я рада, что тебе нравится. Я думаю, может быть, мне внешний вид поменять, волосы, например, покрасить другой цвет. Ну не знаю, дорогая, я так привык, что ты у меня блондинка, но я тебя буду любить с любым цветом волос. Ой, спасибо, Майкл, ну все, пойдем. О, Майкл, там бедный песик ему делает уколы. О, бедняга. Ладно, не смотрите, Бакс и Бани, вы не должны это видеть. Да-да, а то еще раз нервничается. Давай немножко отойдем подальше, чтобы не слышно было. Давай, пойдем. Не бойся, не бойся, малыш, все будет хорошо, небольшой уколчик. Давай, давай, не бойся, все будет хорошо. Вот так, так, надо его подержать, он очень волнуется. Ассистент, помогите. Так, так, ничего страшного, все, вот и все. Я думаю, ты ничего не понял, правда? Давай-ка я тебе укощение дам полезное. Вот, кальций, держи, вкусное очень. Ну как, тебе понравилось? Вот и хорошо, ну все, я думаю, на сегодня достаточно. Завтра он еще придет, нужно будет теперь целую неделю его на уколы водить. Ну все, ваш песик в порядке, следите за ним очень хорошо. Ему не нужно больше играть с осами, у него аллергия на ос. Поэтому ни в коем случае не подпускайте его к осам. Ой, а почему вы сами как оса в костюме? Ой, я просто люблю ос. Нет-нет, у вашего песика аллергия на ос. Мне кажется, вам нужно поменять внешний вид. А, да? Ну ладно, я переоденусь. Да-да, пожалуйста, берегите его. Ну все, 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 все нормально, пойдем домой уже. Все хорошо. Спасибо, до свидания. До свидания. Следующий, кто там? Проходите, пожалуйста. Да-да. Так, сейчас я смотрю. У этой кошечки я вижу, да, у нее есть паразиты. А вот у котика нет, у котика все нормально. Но для профилактики нужно, конечно, обрабатывать двух питомцев, потому что они очень тесно общаются. Так, сейчас мы их обработаем, и я вам выпишу рецепт, как мыть и как ухаживать, чтобы блохи пропали. Ассистент, пожалуйста, в ванну для котика. Каждый день вам нужно будет обрабатывать животное специальным средством от паразитов. Пожалуйста. Так, мыть вы должны будете вот с этим шампунем. Он специально от паразитов. И еще будете пшикать вот этим средством. Полностью, чтобы вся шерсть была в этом средстве. И вот шампунчик. Каждый день не пропускайте, пожалуйста, перед сном. Спасибо вам, доктор, большое. Да не за что, пожалуйста. Можете забирать ваших котиков. Какие же они чистенькие стали. Ну да, очень даже чистые. Дорогой, смотри, как они мило спят. Ну да, такие няшки. Давно их у нас дома я не видел. Да уж, нагулялись и блох подцепили. Ну ничего, мы с тобой будем ухаживать и все обязательно пройдет. Ой, я уже опаздываю, мне же в парикмахерскую. Я договорилась с подругой. Да, ну давай тогда. Я сейчас за девочками в школу в сайтик поеду. Ладно, встретимся вечером. Будем показывать комнату Алиночки. Ну все, я побежала. Давай, любимая, я уже соскучился по тебе. Пока. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Каролина. Приветик, приветик. Ну что, пришла? Постригешься? Ой, ну не знаю, не знаю, еще пока. Ну давай покрасимся. Ты уже сто лет ходишь в таком внешнем виде. Тебе самой не надоело? Ой, ну не знаю. Я боюсь менять цвет волос. А девушка, вам придется немножко подождать. У нас очень много людей по записи. Ой, умоляю. Ну вы меня знаете сто лет уже? Я постоянный ваш клиент. Может она пойдет вместе со мной? Так, ну я не знаю. Сейчас я посмотрю, кто у нас еще по записи. Нет, к сожалению, у нас очень много народа. И я не могу ее пропустить без очереди. Наталья, ну вот вам скидочка от меня по промокоду на маникюр. И все. О, ну если так, то, конечно, проходите, пожалуйста. Ой, спасибо. Вот так надо. Видишь, как я умею. Ой, ничего себе какая ты. Здравствуйте. О, здравствуйте, Каролина. Проходите. Со мной сегодня моя подружка. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, к мастеру, к соседнему. Ну что, что хотите? Какой цвет сегодня? Ну вообще-то у меня всегда блонд. И вчера, и сегодня, и год назад, и пять лет назад. Вы что, ни разу не красили волосы? Нет, я ни разу не красила. Это мой натуральный цвет волос. О, да, это редкость в наше время. У вас очень красивые волосы. Очень роскошные волосы. И они у вас такие шикарные. Если честно, я бы даже ничего с ними не стал делать. Просто немножко бы подровнял кончики, и всё. Каролина, ну что, ты придумала, какой цвет ты хочешь? Ой, ну не знаю, какой я хочу цвет. Я уже все цвета испробовала, но мне уже надоело. Розовый с голубым. Ой, не знаю, какой же выбрать. Может быть, какая-то новиночка есть? Да, у нас новинка есть. Вот такой цвет. Сейчас модный. Все красятся в него. Что, рыжий? Правда? Ничего себе. И что, действительно модный? Последний писк моды. Хм, ну такой я точно не ожидала цвет. Эм, так, у меня есть одежда под такой цвет? Что, я ещё тут раздумываю? Конечно, давай. Такого цвета у меня ещё не было. Это будет что-то новенькое. Вау, какая красота! Мне так идёт, правда? Да, Карлин, тебе всё идёт. Может быть, прическу ещё поменяем? Ну давай, давай, прическу, а потом этот цвет. Так, ну давай, какую тебе? Ой, давай, ну-ка назад. Вот это. Ты уверена, может быть, всё-таки с бантиком? Или вот такую? Нет, нет, я всегда уверена. Вот эта прическа с рыжим цветом будет смотреться просто супер-мега-классно. Давай уже, стриги. Ну хорошо, как скажешь. Поехали. Ну давайте выбирать. У нас здесь есть вот такие, вот такие, вот такие стрижки. Можно ещё у соседнего мастера, может быть, вот такой вам пойдёт. Ну, в принципе, можно, красиво. А по поводу покраски я, наверное, ещё подумаю. Ну ладно, поехали стричься. Вау, мне так нравится! Ты просто талант, Бенджамин! Это шикарная прическа! Я с ней стала ещё моложе! Ну да, правда, тебе идёт. А что ты делаешь сегодня вечером? У меня очень много планов на сегодня. Ну всё, спасибо, приду в следующий раз. Наверное, через месяцок. Пока! Ну вот, как всегда, ну ладно. Так, последние штрихи. Ну всё, готово. Можете посмотреться в зеркало. Да. Ой, мне нравится. Очень даже модно. Я немного даже помолодела. Вы очень красивая и молодая девушка. Ой, спасибо большое. Ну что, может быть, надумали покраситься? Нет, нет, я, наверное, пока не буду. Подумай, спасибо. А почему ты не покрасилась? Почему у тебя цвет волос такой же? Ой, не знаю, я не знаю, красится мне или нет. Я боюсь, если честно. Ты посмотри, как классно мне сделай. Смотри, какая я яркая стала. Ну да, и правда, тебе очень-очень идёт. Слушай, давай, я тебе куплю краску. А ты, если захочешь покрасить, а если нет, то нет. Никто тебя не заставляет. Да, можешь сама покраситься. Ой, ну не знаю. Давай, давай, надо немножечко что-то менять, а то одно и то же. Надоело тебе, наверное, уже. Мальчики, можно я вас краску куплю? Да, конечно, Каролина, для тебя всё, что хочешь. Мне, пожалуйста, такой же, как у меня. Держи. Большое спасибо. Ну всё, давай сейчас расплатимся и пойдём погуляем. Ой, нет, я не могу, мне некогда. У меня сейчас уже дети придут со школы-садика. Нужно их кормить. А, ну понятно. Ну ладно. Сколько с меня? 2500. Ну ладно, я побежала. Ладно, звони, если что, погуляем. Пока. А вот и я пришла. О, кто-то пришёл, наша мамуля пришла. Мама, мама, привет, я так соскучилась. Привет, моя солнышко, как я соскучилась. Целый день сегодня про вас думала, про моих красоток. Мам, привет, ты снова прической? Ну да, не знаю как, мне идёт или нет. Конечно, тебе всё идёт, даже не сомневайся. Элиза, будет, тебе очень идёт, мне очень нравится, красиво. Ой, спасибо, я так сомневалась. Ещё мне мастера предлагали покраситься, но я всё-таки не решилась. Дорогая, не переживай, если тебе не пойдёт, я покрашусь вместе с тобой. Но мне, правда, навстречу важно уйти деловую. Не знаю, как я рыжим пойду туда. Да, дорогой, твои бизнес-партнёры будут просто в шоке, если ты сюда придёшь огненно-рыжий. Ну и ладно, главное, чтобы ты у меня была счастлива. Да, дорогой, ну не знаю, мне кажется, я всё-таки не покрашусь в рыжий. Мама, мама, а можно я покрашусь? Ну чего ты ещё придумала? Как ты в школу пойдёшь такая ярко-рыжая? Папа, да я смеюсь, не буду я краситься. О, то-то же, не надо меня так пугаться, а то я так седой стану. Ты уже рассказала нам про котиков? Да, мам, мы уже знаем, мы уже покушали. Спасибо, кстати, очень вкусно было грибы с рисом. А ещё мы знаем про котиков, что они наконец-таки вернулись. Да, котики вернулись домой, наконец-таки плохие котики. Не слушаются, бегают везде, а потом всяких тараканов собирают. Каких тараканов-то не тараканы, это называется блохин. У животных такое бывает, это называются паразиты. И не знаю, какие-то паразиты. Мама, мама, пойдём комнату смотреть. Да, дорогая, я не показывала ещё комнату. Ждём тебя, чтобы ты увидела реакцию Алисочки. Ну, пойдёмте уже, не терпится, Алисочка. Ты, наверное, заждала свою комнатку новенькую. Поехали. Да, поехали, девочки. Так, здесь ещё медикаменты. Нужно будет всё в ванную убрать. Сейчас только в ванную всё поставлю и вернусь. Нужно будет сегодня ещё котиков обработать средством. Всё, бегу-бегу. Ну вот, проходите. Да, иди. Иди сама, смотри, ты уже большая. Ой, я за машинку новую пизю красивая. А можно я на ней поеду? Ну, конечно, можно. У тебя же уже есть права, у тебя уже есть машинка. Да, можно я тоже на машинке поеду? Дорогая, машинку не сломаешь, уже большая. Ну, мама, я тоже хочу поехать на машинке. Поехали. Би-би, с дороги. С дороги, с дороги. Всё, поехали смотреть. Это комнатка для твоих любимцев. Здесь одежда для Лукаса, даже вешалка есть. Ну и, конечно, твое яйцо, которое скоро вылупится. Папа, что, правда, целая комнатка для моих питомцев? Вау, яйцо здесь очень нравится. Здесь очень уютно. Да, ты можешь даже его вот в этот стульчик сажать. Правда? Ой, сейчас посажу. Ой, мама, яйцо треснуло. Дорогая, может быть, оно скоро вылупится? Наверное, скоро вылупится яичко. Дайте посмотрю. Правда треснуло. Скоро вылупится. Ура, мы узнаем, кто это. Ну, поаккуратней, пусть малыш сам вылупится, хорошо? Да, да. Ой, малыш, ну всё, пусть пока тот светит. Я ему парильник дам, пусть пьёт. Мам, достань и не дотягивайся. Да, моя хорошая. До чего-то ты не дотягиваешься. По-моему, ты всегда всё найдёшь и достанешь всё, что тебе нужно. Нет, ну, когда мама рядом, мама достанет. А когда мама не рядом, я сама достаю. О, какая ты хитренькая. На, держи, цопи, пока. Не большевая для него парильничек-то. Нет, нормально, он уже большой. Ну всё, побежали дальше, поехали смотреть комнатку. Бип-бип. О, ну и комната, я просто в шоке. Папа, тебе нравится моя комната? Да, дорогая, я просто в шоке. Я бы здесь просто вот так лежал часами. Да, мне тоже очень нравится, красиво. Да, комната получилась очень классная. Здесь у тебя вещи Лукаса лежат. Не знаю, куда их положить. Я даже не знала, он туда положила. Ничего себе, сестрёнка, у тебя комнатка лучше, чем моя. Что, правда, лучше, лучше? Я так и знала, что у меня будет лучше. Ну ладно, у меня тоже красиво. Не всё у тебя лучше. О, смотри, у меня тут зайчики на коварке спят. Ммм, я буду с зайчиками спать. Дорогая, у тебя тут новая подушка ортопедическая, очень удобная. А, зайчик новый, новый зайчик. Ура, у меня появился новый зайчик. Конечно, мам, какая подушка ортопедическая. Она зайчику больше радуется. Да, новый зайчик в коллекцию. Нужно его тоже на кроватку посадить, чтобы ему было не обидно. Вот сколько зайчиков. Ну всё, поехали дальше, а то скучно. Дорогой, сходи за малышами, я хочу их уже в новой кроватке положить. Да-да, сейчас посмотрю, может быть проснулись. А это что, не моя комната? Я тоже хочу в эти кроватки спать. Мама, скажи, это моя комната, это же моя кроватка розовенькая. Нет, дорогая, это не твоя кроватка. А зайчик, а зайчик не мой разве? Нет, это мой будет зайчик, он такой большой. Мама. Дорогая, ну у тебя уже много зайчиков. Ну и что, у меня коллекция зайчиков, это тоже будет моя мама. Ну а как же, братья и сестрёнка, им же тоже нужны игрушки. Ну мама, ну пожалуйста, пожалуйста. Так, дорогая, ты будешь приходить в гости и играть? Ну не красивее, чем у меня. Смотри, какая кроватка удобная. И целых две. А здесь даже воздушный шар. Ой, я не могу в эту кроватку залезть. Дорогая, это не твои кроватки. Иди ко мне. А вот и наши новосёлы приехали. А, это моя машинка. Убили его с машинки. Нельзя на моей машинке кататься. Уйди, уйди с машинки. Дорогая, ну ты что? Нет, нельзя на моей машинке кататься. Не обращай внимания на неё, Арнольд. Она просто ещё маленькая. Подрастёт, вы будете вместе играть. Всё, я поехала. Ну а здесь самая красивая зона. Здесь можно отдыхать и малышей вот так размещать. Ну да, здесь очень классно, мне нравится. Мама, мама, там коляска. Там коляска для моей куклы. Так, иди сюда, коляска. Мама, колясочка. Ой, как это классно. Я такой давно мечтала. У моей подушки в садике такая есть. Я тоже такую хотела. Ура, 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 коляска, 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 коляска. Дорогая, аккуратно, ты сейчас все колёса ей поотрываешь. Нет, мама, это классная коляска. Я побежала за куклой. Быстрее, быстрее за куколкой бегу. Где моя кукла? Сейчас посажу в коляску. Мама, где моя кукла? Мама, я куклу потеряла. Куклы нет. Успокойся, успокойся, сейчас мы её найдём. Вспоминай, где ты её в последний раз видела. Я не помню, её в садике просто оставила. Ну ладно, давай пока авокадик покатаем. Вот, смотри, какой смешной. Нет, мама, мне нужна кукла. Я не хочу авокадика. Авокады не катаются в колясках. Мне нужна кукла. Посмотри, что у меня есть. Какая звёздочка новая. Где? Вот, смотри. А, вау, какая красивая звёздочка. Это моя? Да, твоя. Ой, спасибо. Звёздочка будет катиться. Ой, всё, я поехала. Что тут за крики такие? Да ничего, Алиса просто куклу потеряла. Ну так-то у мелких классные комнаты. Мне кажется, больше, чем у меня. И лучше. Дорогая, ты так думаешь? Ну да. Нет, у тебя классная комната. Пойдём, я тебе кое-что покажу. Мы тебе свою ванную сделали. Правда? Мне так её не хватало. Да-да, пойдём. Вот, смотри, это зона для малышей. Здесь мы будем их купать. Ой, я буду звёздочку свою купать. Поехали, звёздочка. Вот сюда. Водички, мам, налива ты. Да, сейчас, Алисочка, налью. А вот здесь зона твоя. Смотри, как красиво. Мам, как в Пинтерест. Очень красиво. Да, мы постарались с папой сделать тебе очень красивую ванную. Очень эстетично, мамуль. Так классно. Даже ракушечки есть. Супер, круто. Ну да, мне тоже понравилась такая ванная. Ну всё, пусть звёздочку свою купает. А то у неё сегодня очень много впечатлений. Вот, держи, купай свою звёздочку. Хорошо. А мыла? Вот тебе губку. Ну всё, звёздочка, давай. Ой, будешь сейчас смыться, а то такая грязная. А это что такое? Вот теперь у Алисы есть горшок? Да, наконец-таки горшок появился у нас. Какой ещё горшок? Вот горшок. Быстро ты на него запрыгнула. Ой, вытяните, пожалуйста. Ой, я уже всё. Фу, Алиса могла бы подождать немножко. Всю эстетику испортила. Котёнок, молодец. Сейчас с тобой ванну будем принимать. Давай. Пойдём ко мне. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»